В Уфе подорожали кондитерские изделия. Это связано с увеличением стоимости яиц, молока, сливочного масла, сливок и других продуктов. В каком состоянии сегодня кондитерская отрасль и почему в этой профессии крайне важно образование? Об этом поговорим с членом Ассоциации кулинаров, рестораторов и ательеров Республики Галины Лобановой. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, сегодня увидела в некоторых новостях, что якобы на 20% подорожали в большей степени торты. Конечно, статистика такая, что верить особо не приходится, цифра очень спорная. Вот как вы считаете, близко ли это к правде? Я считаю, что на самом деле подорожало абсолютно все, кондитерские изделия в том числе. И я бы даже сказала, наверное, даже больше, чем на 20%. Это связано, как вы уже правильно сказали, и с удорожанием молочной продукции, и с подорожанием на цену на сахар, на муку, на яйца. Это любая даже хозяйка подтвердит, что очень сильное подорожание было. Соответственно, закуп продуктов подразумевает, что и цены растут на исходные изделия. Ну, якобы в большей степени именно торты пострадали. Потому что там, наверное, больше ингредиентов, да, если предположить? Ну, во-первых, больше ингредиентов, конечно. Во-вторых, это тот продукт, который не покупают на каждый день. Это тот продукт, который мы себе можем позволить изредка по праздникам, на какие-то дни рождения, торжественные мероприятия. Поэтому, в принципе, да, на торты в том числе. В связи с этим, стало ли меньше покупателей? Как вот вы лично наблюдаете? Честно говоря, я бы не сказала, чтобы покупателей стало меньше. То есть тот человек, который привык кушать качественный, хороший продукт, он так и идет в качественную, хорошую кондитерскую студию, где заказывает торты. Человек, который не привык зацикливаться на качестве изделия, на составляющих изделий, тот, конечно, идет в масс-март и покупает торт за 500 рублей в обычном магазине. Вот и, в принципе, и ест продукт. Значит, меньше хотеть сладкого мы тоже не перестали, да? Нет, конечно. Как без сладкого тоже, да? Слушайте, раз уж мы заговорили о тортах, да, возможно ли как-то отличить качественный торт от некачественного? Только ли вкус всегда имеет в этом плане значение? На самом деле, даже по внешнему виду мы можем отличить качественный продукт. А еще он красивенький, нам кажется, что он собирал его профессионал. Кстати, вот по поводу красоты как раз-таки, да, если крем блестит, мы видим, что он такой кипельно-белый, блестящий, это как раз-таки говорит о том, что идет замена животных сливок на растительные сливки. То есть такой продукт, ну, лично, по моему мнению, это уже некачественный продукт, потому что растительные сливки, уже давно доказано, да, это трансжиры. То есть что такое трансжиры? Многие, на самом деле, этого слова пугаются. На самом деле, есть и хорошие трансжиры. То есть они присутствуют в мясе, например, да, свинина, говядина, баранина, молочные продукты. Но это хорошие натуральные трансжиры, которые не вредны для нашего организма. Те же трансжиры, которые создаются искусственным образом, да, то есть гидрогенизация происходит атомами водорода. Вот такие трансжиры уже, конечно, очень вредны для здоровья. Они забивают наши сосуды бляшками, повышается уровень холестерина, велик риск заболевания диабетом и так далее. Вот такие, конечно, продукты я бы не советовала есть людям. То есть очень тщательно выбирать качественный, хороший продукт. В начале интервью я уже анонсировала, что в том числе мы будем говорить про важность именно образования в этой профессии, да, и мне немножко все-таки непонятно. Это сегодня настолько популярная даже не профессия, а средство заработка, когда где-то домохозяйки у себя дома пекут тортики, продают и зарабатывают хорошие деньги. Почему мы говорим о том, что важно учиться этому делу? Ну, прежде всего, конечно, важно понимать технологический процесс. Важен, например, вот тот же самый заварной крем, который, мне кажется, варит любая хозяйка, да, крем-англес, по-правильному он называется, да, мы должны доваривать до температуры 82 градуса. Так, если не доварить, я не самая лучшая хозяйка. Если не доварить, на самом деле не очень хорошо, потому что там используются сырые яйца, желток конкретно, да, используется. Поэтому, сами понимаем, сырые яйца употреблять, да, недоваренные не очень хорошо. Поэтому нужно обязательно доваривать до определенной температуры. Ну и плюс разбираться в ингредиентах, да. Например, очень многие хозяйки до сих пор, даже при выборе того или иного продукта, путают элементарные какие-то понятия, например, ваниль и ванилин. Да, вот я точно знаю, чем ваниль сейчас. Натуральный ваниль в строчках, да, мы знаем. И ванилин – это уже синтетический такой заменитель, который, ну, только подобие, да. Точно так же, например, мы же, когда идем в магазин, при выборе, предположим, какого-то сока, мы же смотрим, это разбавленный порошок, который просто имеет ароматизатор тот или иной, да, либо это свежевыжатый сок, натуральный сок, какой мы купим. Точно так же и здесь. Я считаю, что любая хозяйка, в том числе, которая выпекает какие-то изделия, тем более на заказ для конечного потребителя, обязательно должна знать и понимать технологические процессы. А сегодня в этом плане как дела обстоят? У нас где обучают на кондитерах? Есть ли такая прям профессия, специальность? Да, конечно, есть профессия повар-кондитер, и дальше человек уже может специализироваться конкретно вот по своей отрасли, то есть уйти в поварское отделение или уйти уже на правленность кондитерская. Вот. У нас этому обучают в нескольких колледжах в Уфе. Вот. Но знаю, что хотят прекратить обучение, к сожалению, в этой сфере. Вот. Я, конечно, категорически против, и в целом ассоциация, я думаю, найдет способ того, чтобы будут продолжать обучать, потому что это очень важно, понимание всех технологических процессов. А, допустим, если прекратят обучать, да, и будут приходить абсолютно сырые специалисты, то есть совершенно новички, на чьи плечи ляжет это самое обучение? Скорее всего, на плечи шеф-поваров, шеф-кондитеров, то есть в зависимости от того, куда человек придет на работу. Это рестораны, это кондитерская. Ну, как правило, это ложится на плечи шеф-кондитера, который и так завален, мне кажется, абсолютно всем. А помимо того, что человек должен что-то производить руками, он должен понимать, что такое техкарта, как правильно ее читать, как готовить по этой техкарте. Это, конечно, уже все сложнее, если так с каждым работать, это очень тяжело на самом деле. А что касается кадров, сейчас говорят, что во многих сферах наблюдается дефицит рабочих рук у вас, как в этой сфере. На самом деле это действительно так, это очень тяжело, очень трудно, потому что все хотят зарабатывать и получать большую зарплату, но при этом делать по минимуму и ни за что не отвечать. К сожалению, такое действительно есть. Вот. Ну, мы работаем в этом направлении, проводим мастер-классы. Ищите себе хороших специалистов. Конечно. Что касается еще подражания, да, мне кажется, наверное, я сейчас буду права, если предположу, что вот те люди, которые привыкли, например, к хорошим тортам, несмотря на подражания, они все равно будут приходить к вам, как к специалисту, который делает именно качественные продукты, и приобретать, да. Но можно ли предположить, что есть такие специалисты, конечно, хочется верить, что это не так, будут заменять какие-то качественные продукты на некачественные и пользоваться той, ну, той, ну, репутацией, которую они уже наработали? Очень надеюсь, конечно, что этого не будет. Учитывая, что я, например, тот человек, который в этой отрасли работает уже больше 10 лет, я никогда себе не позволю, например, свалиться на качество ниже. Потому что ко мне уже идут действительно люди за качеством продукта. Поэтому вы абсолютно правы. Те люди, которые привыкли есть хороший, вкусный, качественный продукт, они никогда не пойдут в масс-марты, не купят там торт, условно, где крем на маргарине, где какие-то начинки из ведер, понимаете, там готовые джемы, которые больше содержат крахмала, нежели самих ягод и сахара. Я знаю, что вы победитель различных конкурсов кулинарных, да? У нас вообще в республике много ли конкурсов проводится именно для кондитеров? И зачем они нужны? Ну, во-первых, это самое главное, что ты повышаешь свой уровень. У тебя всегда есть возможность прыгнуть выше того, что ты уже делал когда-то. Показать свой уровень мастерства, показать, что этим интересно заниматься. Это красиво, это зрелищно, это вкусно. Показать, что эта отрасль, она имеет различные грани и всегда есть куда стремиться. Вот у нас такие конкурсы, конечно, проводятся. Один из таких конкурсов – «Гастромастер», который проводится каждое лето у нас в Республике Башкортостан в Уфе. Ну и вообще, в принципе, наша ассоциация очень много конкурсов организует и в том числе принимает участие. И вы тоже лично? Конечно. Ну, потому что вам именно интересно свой уровень повышать или что-то для вас больше? Я, в принципе, всегда стараюсь участвовать в различных мероприятиях. Это и местные какие-то конкурсы, да, это и международные конкурсы в том числе. Вот. Ну, я, как уже сказала, это прежде всего ты повышаешь свой уровень. Ты всегда готов сделать на шаг больше, чем ты делал до этого. Вообще, профессия настолько вкусная, да, вы же постоянно что-то дегустируете, пробуете. Вопрос сейчас не совсем по теме, но мне кажется, что он заинтересует многих девушек. А за счет чего вам удается, несмотря на такую вкусную профессию, держаться в такой красивой форме? Ну, фитнес-зал никто не отменял. А еще, как я люблю шутить, кондитеры не спят и не едят, просто потому что они не успевают. Потому что они постоянно пробуют. Вот как, да? Не едят, пробуют, да, ключевое. Пробуют, да, да, да. Слушайте, а бывают ли у вас такие истории, когда вы, может быть, даже где-то, может быть, отравились, когда попробовали какое-то блюдо? Нет, такого, слава богу, не было. Просто, может быть, невкусно. На самом деле, мне кажется, любой кондитер, любой профессионал, да, он даже глядя на разрез торта, предположим, он уже видит, какие составляющие, уже может представить вкус. А вот как. Даже до такой степени. Порой даже пробовать не обязательно, ты уже видишь. И уж тем более по запаху, да? Конечно, конечно. Очень интересная профессия. Что бы вы могли пожелать человеку, который, например, хочет стать кондитером и не знает, с чего начать? Ну, прежде всего, конечно, это можно прийти на мастер-классы, в том числе в мою кондитерскую студию. Можно прийти, обучиться, причем разные шефы дают разные знания, разные уровни знаний. И если уже человек почувствует, что да, это его, ему это действительно нравится, уже пойти и профессионально обучиться на данной профессии. Ну, важно, как мы уже подчеркнули, учиться. Конечно. Без этого никак. Спасибо вам большое за такое интересное интервью. Благодарю. Я напомню, что гостем нашей студии была член Ассоциации кулинаров, рестораторов и ательеров Республики Галина Лобанова. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Продолжение следует...